Уважаемые друзья, если вы включили данное видео, то это не просто так. Пожалуйста, досмотрите его до конца. Вне зависимости от того, верите вы в Бога или нет, вне зависимости от того, какой церкви или динаминации вы принадлежите, то, о чем будет говориться в данном видео, напрямую касается каждого, и, конечно же, вас лично. Наблюдая то, что творится сегодня в мире, в последнее время, нередко можно услышать, как люди, даже далекие от религии, пытаются предугадать будущее, упоминая одну из пророческих книг Библии. И это книга Откровения. Недаром. В Откровении действительно находятся разгадки прошлых, настоящих и будущих событий в этом мире, вплоть до его последнего дня. Но проблема в том, что люди, далекие от Бога, просто не способны понимать эту таинственную книгу, потому что, чтобы понимать ее, нужно знать того, кто подарил эту книгу человечеству. Апостол Петр в своем послании пишет, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы святым духом». Второе послание Петра, 1 глава, с 20 по 21 стих. Поэтому, чтобы понять, что написано в книге Откровения, нужно иметь прямую связь с Богом и иметь тот самый Дух Святой. Так вот, друзья, нравится вам это или нет, но в книге Откровения наше время названо последним. Я говорю об этом с полной уверенностью, потому что существуют определенные знаки, ключевые моменты, если хотите триггеры, описанные в Откровении, которые в наше время начали очень ярко и быстро исполняться. И в конце данного видео вы убедитесь, что это действительно так. Только, пожалуйста, досмотрите его до конца и не делайте преждевременных выводов. Так о чем же пойдет сегодня речь? Даже далекий от религии человек знает, что в последнее время на земле должен прийти некий Антихрист. В книге Откровения, кто читал Писание, его еще называют «Вавилонской блудницей» или «зверем, выходящим из моря». И вот краткое описание, которое мы находим в Откровении. «И воскликнул он сильным голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой птицы и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться вам язвам ее». Друзья мои, мы видим, что в данном описании книга Откровения призывает нас распознать эту вавилонскую блудницу, понять, что это за система, понять, кто скрывается за ней, разоблачить ее и выйти из нее. Потому что в противном случае человек просто погибнет, как здесь написано, подвергнется ее язвам, потому что будет частью этой системы. Так вот, на сегодняшний момент в рядах как верующих, так и неверующих, как ни странно, есть множество мнений по поводу того, кто же на самом деле скрывается под маской, под маской этой вавилонской блудницы или системы Антихриста. И знаете, друзья, на этот счет существует огромное количество всевозможных мнений. Кто-то считает, что Антихрист — это Махди, который придет в исламский мир. Кто-то думает, что это Путин или Байден. Кто-то думает, что это Турция. А кто-то ждет третий храм, который построят евреи. И вот когда они его построят, в нем якобы воссядет еврейский мессия. Он-то и будет тем самым Антихристом, заявляют они. Соответственно, Иерусалим — это вавилонская блудница, которая блудодействует с царями земными. А вот в последнее время появилось еще одно мнение, что система Антихриста — это метавселенная Илона Маска. Или нейросеть, например, тот же чат GTP. Или чат-бот Иисуса в твоем телеграме. Есть даже мнение, что Антихрист — это Моргенштерн, потому что у него на лбу набиты три шестерки. Друзья мои, все это мимо. Все это в молоко, все это не то, о чем говорит Писание. Есть определенные моменты, ключевые вещи. Описание того самого Антихриста, под которое все вышеперечисленное, просто не подходит. Понимаете? И самое печальное, что истинная вавилонская блудница уже очень давно правит в нашем мире и поит наш народ вином блудодеяния. И эта система Антихриста уже практически полностью прибрала к рукам рычаги управления этим миром. Недаром на челе у вавилонской блудницы написано «Тайна Вавилон великий». Воистину, это великая тайна. Потому что никто даже подумать не может, что система Антихриста – это именно то, о чем мы сегодня с вами поговорим. И на самом деле Антихрист уже давно в мире. Даже апостол Иоанн в своем послании писал «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Иоанн говорит, что система Антихриста зародилась еще в его время, а он на секундочку жил в первом веке нашей эры, то есть около двух тысяч лет назад. Что уж тут говорить, в наше время эта система выстроена, отлажена и готова к порабощению нашего мира. И сегодня вы узнаете, кто это. И вот здесь, друзья, сейчас я прошу вас, пожалуйста, поставьте на паузу это видео, и сначала посмотрите фильм, который находится в описании. Фильм называется «Кто правит миром?». В данном фильме вы найдете полный и достаточно детальный разбор библейских пророчеств, изучив которые вы сами скажете, «Кто же из великих мира сего скрывается под маской Антихриста?». Пожалуйста, обязательно посмотрите его вначале, иначе то, о чем сегодня пойдет речь, будет вам просто непонятно. Либо вы не согласитесь с этим, потому что сегодня я буду стелить крышу, а фундамент и стены находятся в фильме «Кто правит миром?». Повторюсь, ссылка в описании. Все же для тех, кто поленился и не посмотрел его сейчас, посмотрите позже, но пока я решил ставить просто краткий отрывок из этого фильма, который прояснит то, о ком сегодня пойдет речь, и расставить, так сказать, вот эти вот триггерные точки, рассматривая которые, мы осознаем, кто же скрывается за Вавилонской блудницей, и кто приведет эту систему Антихриста в наш мир. Признаки малого рога Первое. Малый рог выходит из четвертого зверя, то есть появляется он из Рима на территории бывшей Римской империи. Он выходит среди десяти рогов, то есть на территории Западной Римской империи, а значит, это Европейское государство. Малый рог появляется после десяти прежних рогов, то есть к полной власти он приходит после 476 года. Он кардинально отличается от всякой предыдущей власти, что была до этого на Земле. Рог становится больше других, то есть эта власть будет мощнее других. Он подрывает существование трех предшествующих государств. У него глаза человеческие и уста говорящие высокомерно против Всевышнего. Значит, эта власть возведет себя на уровень Бога, заменяя божественные принципы человеческими, а также она попытается достичь неба путями человеческими, а не божьими. Малый рог угнетает и убивает святых Всевышнего. Он пытается изменить времена и закон. Имеется ли в виду какой-нибудь человеческий закон? Нет, речь идет о законе Божьем. Время его правления – 3,5 года или 42 месяца, или буквальных 1260 лет. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, Малый рог – это религиозно-политическая власть, которая хронологически возникает после распада Римской империи на 10 независимых государств примерно в IV-V веках, и ее появление приводит к падению трех из них. Давайте поразмышляем. Какая система правления тех давних времен отличалась от всех остальных, когда-либо существовавших? Кто в высокомерии своем называл себя Богом на земле? Кто десятками тысяч истреблял всех инакомыслящих, которые осмеливались верить не так, как они? Кто изменил закон, то есть 10 заповедей, искоренив из них две существующие? Кто вверг Европу в темные времена Средневековья и Мракобесия? Кто, называясь святым, сжег и замучил до смерти около 40 миллионов тех, кто смел верить по-своему? Кто в неистовой гордости на протяжении долгих столетий диктовал свою деспотическую волю другим, без разрешения кого царь не мог принять наследство или жениться на той, которая была неугодна? Вы уже догадываетесь, как ни парадоксально это звучит, но это римокатолическая система или папство. Зная, зная, друзья, те, кто из вас изучал данную тему, скажут сейчас, что опять он заладил про своего папу римского. Мы все это проходили. Нет, друзья, не проходили. Наверняка вы разбирали только поверхностно эту тему, а вот если углубиться, то открывается совсем иная перспектива. Поймите, недаром апостолы писали, что тайна беззакония уже в действии, то есть это древняя система. А какая власть на нашей планете древнее, чем католическое папство? Вспомните крестовые походы, когда уничтожались тысячи неугодных. Вспомните святую инквизицию, которая погубила по подсчетам историков около 40 миллионов неугодных им людей. И в наше время чаще всего, когда упоминают христианство, неверующие люди вспоминают именно крестовые походы и инквизицию. Однако эти люди не знают, что в Библии данная власть названа церковью антихриста или той самой вавилонской блудницей, которая вроде бы именуется церковью, но давно уже изменила своему господину, то есть Господу Богу. Так вот, друзья, вино блудодеяния заваривается и настаивается в Ватикане. Есть один интересный факт. Дело в том, что в Библии упоминаются два вавилона. Вавилон древний, который существовал около 2600 лет назад, и вавилон последних времен. И второй является прообразом первого. Так вот, в древнем вавилоне самым сакральным местом считался комплекс Эссагиллы. Это был город в городе, там где находилась та самая вавилонская башня. Это было очень богатое место, именно там жили жрецы и халдеи, которые совершали свои ритуалы, таинства и так далее. Так вот, Ватикан — это также город в городе. Более того, это отдельное независимое государство, как внутри Италии, так и в самом городе Рим. Ну, вы знаете, что Ватикан находится в Риме. И можно сказать, что там же, то есть в Ватикане, находится своя вавилонская башня. Например, тот же собор святого Петра, который выглядит почему-то в форме фалоса. Извините за подробности. Или конференц-зал Папы Римского, который построили совсем недавно, и который выполнен в форме головы змея. Внутри он также похож на пасть змеи. Просто подумайте, Папа Римский вещает из головы змея. Или устами змея. Или же змей вещает устами Папы Римского. Самое печальное то, что они делают это на глазах у всех, открыто. И никому в голову не приходит, что что-то здесь не так. Ведь змеи в Библии – это символ дьявола. Друзья, просто задумайтесь об этом. Хочу процитировать вам два текста из Писания, которые раскрывают мои мотивы. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам, своим пророкам». Амаса 3.7. Друзья, здесь написано, что все, что будет происходить в нашем мире, уже предсказано и записано его пророками в Библии. Поэтому это великое преимущество – знать Бога и изучать Его Писание. Чем я и занимаюсь последние 8 лет. Именно Бог побуждает меня рассказать вам то, что я хочу вам сегодня рассказать. Потому что главное поручение Бога, которое мы встречаем в Писании, звучит следующим образом. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Бог дал нам, грубо говоря, карту с дорожными знаками, следуя за которыми мы можем распознать знамения времени. Более того, даже предугадывать то, что ожидается в будущем. Поэтому я и хочу поделиться с вами этими знаниями. Хорошо, друзья, давайте приступим к нашему исследованию. Все вышесказанное было всего лишь вступлением. Нас интересуют свежие новости в радиусе 10 лет. Новости, которые произошли в Ватикане. Собственно, рассматривая которые, мы и увидим, как стремительно этот новый Вавилон обретает власть в нашем мире. Итак, 13.03.2013 год. Хорхе Марио Берголи становится новым папой и берет себе имя Франциск. Сразу хотелось бы обратить ваше внимание на дату его избрания. 13.03.13. Как в нумерологии, так и в тайных обществах, темных тайных обществах, подобные зеркальные даты, всегда наделялись особым сакральным смыслом. Неудивительно, что коронация папы происходит именно в этот день. Так вот, друзья, я не побоюсь того, что я сейчас скажу. Но вышеупомянутые тайные общества, которые правят из-за кулис нашим миром, всегда подчинялись папству. Папа был и есть главой всякого тайного общества. Человек, который носит, если можно так сказать, самый высокий градус. Масоны, иезуиты или иллюминаты, их сейчас достаточно много. Если просто проследить историю возникновения этих обществ, они все были порождены папством. Например, масоны. Это бывшие тамплиеры, которые охраняли Иерусалимский храм в средние века. Или иезуиты. Они были созданы для борьбы с реформацией в 1513 году. В ответ на вызов Лютера, который прибил свои 95 тезисов в 1517. Кстати говоря про иезуитов, нужно отметить, что несмотря на свою внешнюю порядочность и благочестивость, данный орден всегда отличался особой коварностью и жестокостью. Можно назвать его церберами или спецназом Ватикана. Это очень непростые и очень злые ребята. Просто почитайте Достоевского или того же Пушкина, что они писали про иезуитов. И вам сразу же станет все понятно. И вот интересная деталь. Новоизбранный папа Франциск принадлежит к ордену иезуитов. Да, Франциск иезуит. И это собственно говорит о многом. Также нужно отметить, что это очень инициативный и активный папа, который делает все возможное для возвращения былой славы и власти католической системе. И нужно отметить, у него это очень хорошо получается. Дальше вы сами все увидите. И сразу небольшой факт для размышления. Не успел в 2013 году Франциск стать папой, как в 2014 заплыла рекостры и произошла революция в недалеком от нас братском государстве. Быть может это совпадение. А может быть и нет. Но следующий, 2015, так называемый юбилейный или субботний год, стал ключевым в правлении Франциска. В этом году были запущены определенные механизмы, которые сегодня уже принесли свои плоды. И самое печальное, что эти процессы остановить уже невозможно. Это знаете, как родовые схватки. Если они начались у женщины, то роды уже отменить невозможно. Давайте по порядку. 11 апреля Франциск объявляет 2015 год особым внеочередным юбилейным годом. Годом милосердия и воссоединения. Символически открывает дверь храма, он приглашает все динаминации, все конфессии прийти к ним, как к католической церкви, матери всех церквей. Этот год был назван годом примирения, прощения и воссоединения. Я думаю, вы слышали, что такое экуминизм. Речь как раз об этом. Далее. 24 мая 2015 года папа издает энциклику «Лаодатаси». Это основной папский документ, который рассказывает суть и стратегию действия Франциска. Главной темой этой энциклики является изменение климата на планете Земля, разрушительные экологические процессы на ней же, голод и болезни в мире, а также это семья и день покоя. В документе особо отмечаются те катастрофические последствия в случае непринятия данной стратегии действия. То есть папа говорит, если вы не со мной, то все у вас будет печально. Параллельно с этим 26 июня 2015 года в Соединенных Штатах Америки узаконили однополые браки. Это стало показателем определенного времени. Можно сказать, это новый рубеж, взятый дьяволом. И поверьте, подобные решения не принимаются без разрешения Ватикана. Далее вы сами все поймете. И здесь хотелось бы напомнить два института, которые человечество вынесло из рая. Два установления данных Богом еще в Эдемском саду до грехопадения. Это день покоя, суббота, который уже давно уничтожили и стерли. И институт семьи. Бог дал Адаму Еву и сказал, плодитесь и размножайтесь. Этот институт также в наше время активно пытаются уничтожить. Далее. 21 июня 2015 года происходит встреча мэров мировых столиц в Ватикане. Повестка встречи. Меры по борьбе с изменением климата. Казалось бы, ну неужели больше нет места для встречи? Почему именно Ватикан? Но нет, босс собрал своих подчиненных. Едем дальше. 23 сентября 2015 года Франциск встречается с Бараком Обамой, президентом Соединенных Штатов Америки на тот момент. Нужно отметить, что в этот день по еврейскому календарю отмечался Йом-Кипур, то есть Судный день. Как я уже говорил, в тайных обществах уж очень любят всевозможные сакральные даты. Во время встречи Папа указывает на то, что все проблемы нашей планеты может решить только он, Папа. Встреча происходит, судя по всему, успешно, потому как уже на следующий день, 24 сентября, в зале Сената Франциск встречается с тремя ветвями власти Соединенных Штатов Америки. Законодательной, судебной и исполнительной. Нужно отметить, что для того, чтобы посетить эту встречу, конгрессмены должны были купить билет. Таким образом, Папа показал, кто есть босс, а кто подчиненный. Смешно, не правда ли? Хотя на самом деле не до смеха. Некоторые конгрессмены после возмущались, что им пришлось купить билет, чтобы прийти к себе же домой. Да уж. Уже 25 сентября Папа выступает с обращением в ООН. Он оглашает свою климатическую повестку Лаодата Си, которую трансформирует в повестку на 21 век. Так называемую Агенда 21, в которой прописаны 17 целей якобы устойчивого развития. Папа говорит, что на все проблемы, которые существуют сейчас в мире, у него есть решение. В ООН ему аплодируют и принимают данную стратегию. Друзья, просто загуглите, что такое Агенда 21. Многие данный документ называют планом по уничтожению человечества. Хочу привести только несколько пунктов из данной повестки. Это борьба с углеродным следом, то есть с выхлопами углекислого газа. И одной из причин они называют то, что в мире слишком много коров, которые слишком часто пукают. Простите за такие подробности, но они так и говорят. Следующий пункт – это отказ от наличных денег и перевод в электронные безналичные деньги. Еще один пункт – отказ от частной собственности. Далее следует чипирование, борьба с фундаментализмом и сопротивлением, конечно же. Ну и внедрение особого дня отдыха. Это отдельная тема. 27 сентября. Папа отслужил мессу перед почти миллионной толпой в Филадельфии. Кстати, в этот день был праздник Кущей или Суккот. Помните про сакральные даты? Далее наступает 12 декабря 2015 года. Проходит климатическая сессия ООН в Париже. Одобрена повестка дня по климату. Та самая Агенда-21. В прошлый раз ее предложили, а сейчас одобрили. Кстати, одобрили ее 185 стран из 192 участниц. Россия, к сожалению, также была в этом списке. В списке тех, кто ее одобрил. Итак, мы видим, что 2015 год стал ключевым годом старта папского господства. Можно сказать, что в 2015 папа предложил комплексное вино лжеучения всему миру. И мир с упоением начинает его пить. А теперь, друзья, задумайтесь, что должно произойти для того, чтобы простые граждане нашего мира приняли все те порабощающие пункты, изложенные в данной повестке. Подумайте, откуда возникла и к чему привела пандемия того самого вируса. И почему она вдруг резко исчезла, как только началась эта братоубийственная война. Знаете, по библейскому пророчеству, я не буду сейчас сдаваться в подробности, расскажу просто верхушку, США станет той страной, которая будет продвигать и реализовывать папские идеи. Ватикан — это как бы мозг, а Штаты — это мускулы. Существует такой термин, как гегельская диалектика. Суть его заключается в том, чтобы сначала создать проблему, а затем предложить решение. Например, сначала вы поджигаете дом, а затем прибегаете с ведром и говорите, что знаете, как его потушить. Ну и все думают, что вы красавчик, а на самом деле вы злодей. Наблюдая за тем, что происходит на западе нашей страны, я часто задавался вопросом, кому это нужно и к чему это ведет. Так вот, прослушивая новости последнее время, очень часто упоминают доброго папу Франциска, у которого якобы есть стратегия решения данного конфликта. Еще нужно упомянуть, что практически все ключевые посты крупнейших экономик мира занимают их ученики. И Шваб об этом неоднократно говорил. Я сейчас ни на что не намекаю, просто озвучиваю факты. Думайте сами. И еще об одном секрете. В офисе Зеленского заявили, что ничего не знают о тайной миротворческой миссии Ватикана, о которой Папа Римский Франциск рассказал журналистам на прошлой неделе. В детали понтифик предпочел не вдаваться, сказав лишь, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Но, похоже, если эти каналы и существуют, то пока все же закрыты. По словам Дмитрия Пескова, о тайной миссии Папы не знают и в Кремле. И здесь, как параллель происходящего или как типологическое пророчество, можно вспомнить библейскую историю про пророка Илью, записанную в Третьей книге царств. Итак, в те далекие времена страной правил нечестивый царь Ахав, который ввел народ в распутство и идолопоклонство. У Ахава была жена, язычница Иезавель. Она имела огромное влияние на царя и, собственно, развратился он именно благодаря ей. Она повсюду ставила идолы в Аалу, преследовала и убивала пророков бога, и была такая очень плохая и развратная женщина. И вот однажды пророк Илья пришел к Ахаву и обличил его во всех тех бесчинствах, которые он творил. Он сказал ему, что бог разгневался, и за все сии дела в стране не будет дождя три с половиной года. Так все и произошло. Наступила засуха. А засуха — это что? Это экологическая проблема. Экологическая проблема тогда, экологические проблемы сейчас. После засухи, конечно же, наступает голод. И совсем недавно Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН, заявил, что мы ожидаем голод библейских масштабов. И это совсем неудивительно. Все рычаги для его создания находятся у них же. Если они сказали, то так, скорее всего, и будет. Но вернемся к нашей истории. Кого во всем обвинили? Обвинили, конечно же, Илью. Чувствуете сходство? Кстати, и Изавель, что помыкала царем Ахавом, как та самая вавилонская блудница, что в наше время управляет великими мира сего. Очень интересные параллели. Если не учитывать то, что в конечном итоге во всех тех бедах, которые грядут на наш мир, обвинят искренне верующих людей. То есть, таких, как мы с вами. Дай Бог, конечно, нам быть ими. Итак, друзья, главная цель папства – отнятие всех свобод у свободных людей. Я слышал, что в одном из католических журналов было написано, что система правления гитлеровской Германии – это именно тот стиль правления, который папство предпочитало бы видеть во всем нашем мире. Как вы думаете, на что они готовы пойти, чтобы сделать это? Эскалация терроризма, запуск пандемии, эскалация войн, голод, истребление всех неугодных. Но вспомним уже упомянутый нами стих. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Дело в том, что данный стих можно применить не только к Богу, который действительно открывает тайны, но и к дьяволу. Ведь дьявол также неохотно, но приоткрывает свои планы. Через всевозможные фильмы, мультфильмы, телешоу, журналы и книги. Все вы наверняка слышали про гностическое Евангелие или предсказания в мультфильме «Симпсоны». Или, например, недавно вышедший голливудский блокбастер «Война будущего», в котором на Землю вторгаются инопланетные чудовища, которые соблюдают субботу, то есть чтят шаббат. Послушайте вот это. Каждые шесть дней раса белых спайков исчезает. Они заползают обратно в свои гнезда. Мы называем субботы их день отдыха. В субботу мы вводим войска. Мы ловили. Итак, пришельцы, против которых сражаются в будущем, соблюдают субботу. И весь мир объединился, чтобы сражаться против них. Если вы читали иудейскую историю, они поступают так же, как враги евреев, которые атаковали их в их праздники и в субботы. В чем же суть вести? Это просто потрясло меня. Суть вести в том, что в будущем весь мир объединился, чтобы сражаться против субботствующих. Как я сказал ранее, фильмы интересным образом меняют культуру и общество. Это случайное соходение? Или мир подготавливается к чему-то, что произойдет в будущем? Знаете, друзья, ведь мы здесь и вправду странники, или пришельцы. А для дьявола мы самые страшные враги, которых он всегда пытался уничтожить. Но самое интересное, что пришельцы в этом фильме соблюдают шаббат, то есть субботу. Дело в том, что папство всегда боролось с истинным днем поклонения, то есть субботой. Заменив его на ложный языческий день поклонения солнцу, санды или воскресенье. И нужно заметить, что основной целью энциклики «Лаодата Си» является как раз-таки установление единого дня отдыха и поклонения воскресенья. Эти процессы уже давно происходят в Европе. И, собственно, всех несогласных, тех, кто останется верным закону Бога и будет продолжать чтить субботу, объявят нарушителями общественного благоденствия или фундаменталистами. Их будут гнать и, как говорит Писание, впоследствии убивать. И напоследок, друзья, совсем недавние события, которые произошли в мире. 2017 год. Протестанты Америки объявляют об исчерпании протеста Лютера. Протест Лютера исчерпан, заявляет Ватикан, а значит, протестантов больше нет. Братья и сестры, протест Лютера окончился. Если нет больше протеста, как же тогда может существовать протестантская церковь? Он сказал это громко удивленной аудитории. И объявил, что он говорил с ними в духе Лии, который подготовил путь для кого-то большего, чем он сам. Франциск затем провозгласил, что чудо единства уже началось. Я надеюсь, что вы передадите эту мою молитвенную просьбу, что этот искренний диалог между мужчинами и женщинами, различных веросповеданий, может принести плод мира и справедливости. 7 ноября 2022 года. Религиозные лидеры мира собрались на горе Синай, на которой, на секундочку, когда-то Бог даровал закон Моисею. Собрались они за тем, чтобы получить 10 заповедей климатической справедливости или создания новой эко-библии. Заправлял всем, конечно же, Папа Франциск. Оказывается, вот совсем недавно, буквально 7 ноября 2022 года, состоялось грандиознейшее, наиважнейшее мировое событие, о котором практически никто ничего не знает. Значит, религиозные лидеры собрались на Синай, чтобы получить 10 заповедей климатической справедливости. Мы имеем дело с фактом, что всех религиозных деятелей, всех аварамических религий, мусульман, значит, евреев и православных, и католиков, всех подключили вот к этой самой повестке, глобальной повестке изменения климата, и даже создали новую экологическую библию. Я вам сейчас это зачитал, вы будете в шоке. Есть новая эко-библия, в которой есть 10 заповедей климатической справедливости. Если есть новая эко-библия, то есть и новая мировая религия. Скоро мы о ней будем слышать из всех динамиков. Вот увидите. И напоследок самое интересное. Событие малозаметное, но очень значимое. 2 февраля 2022 года Папа предрек скорое пришествие Иисуса Христа. Просто послушайте. 2 февраля 2022 года появилась интересная информация, которая широко не освещалась и очень быстро прескользнула о высказаниях Папы Франциска, и которой сегодня многие ресурсы уже удалили информацию. Есть небольшие сохранившиеся еще заметки об этом. И вот на одном из православных ресурсов мы читаем следующую информацию. Папа Римский Франциск на пресс-конференции сделал серьезное заявление. Он сказал, «Люди, уже скоро придет Сын Божий, который нам принесет мир. Мы столько веков ожидали этого события, и, наконец, оно скоро свершится. Он принесет нам мир, который мы все так ждали и ждем. Но цена за этот мир такова, что люди не будут иметь свободы воли. Но ради мира на земле мы должны быть готовы оставить свободу в своей воле и подчиниться тому, кто уже вскоре принесет нам мир. Мы все делали и делаем для того, чтобы осуществить приход нашего миротворца. И вот он уже идет. Он принесет новый светский порядок, которому мы все должны подчиниться. «Уже не будет разделения людей на религии, но все будут поклоняться одному Богу, ибо религиозные разделения приносили только конфликты, но ныне все будут едины и подчинены ему. Те, кто не примет единства и согласия с новым мировым порядком, будут считаться террористами, разоряющими мир». Мы видим, насколько четко в этом заявлении отражена сущность этой системы. Первое, что ради мира мы должны будем потерять свою свободу воли. Ради мира мы должны будем готовы пойти и подчиниться тому, кто уже вскоре этот мир принесет. То есть мы понимаем, что перед пришествием Христа будет великая кульминация обмана, когда сам Стана придет и подделает пришествие Христа и будет выдавать себя за Мессию. Дальше мы видим, что эта система в виде католицизма говорит о том, что они все делают, чтобы осуществить приход миротворца, готовят путь ему. Следующее, что меня поражает в этой фразе, что он принесет новый светский порядок, которому все должны подчиниться. То есть не духовный порядок, прежде всего, а светский порядок. Дальше он говорит о том, что не будет никакого разделения на религии, ибо все религии вызывали всегда конфликты и войны. И поэтому он говорит о единой религии, о том, что все будут подчинены этой единой религии. А тот, кто не подчинится этой религии или новому мировому порядку, будет считаться террористом, разоряющим мир. Куда яснее и четче надо было заявить ту главную повестку, о которой идет речь. Слава Богу, что Господь сегодня прямым текстом открывает нам, что происходит на нашей планете. Друзья мои, в Библии написано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Сегодня вы услышали серьезные предостережения. Я не пророк. Я не знаю, произойдет ли это так или как-то иначе, но я изучаю то, что писали пророки. И всем сердцем ищу Господа, который мне и повелел рассказать вам все это. Следите за тем, что происходит в Ватикане. Если вы услышите о воскресном законе, значит, все так и есть. И не забывайте о том, что сказано в Откровении. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Дело в том, что у Бога есть закон, 10 заповедей, который был изменен этой отступившей церковью. Пожалуйста, отреформируйте то, во что вы верите. Возвратитесь к чистым библейским истинам и лично изучайте Слово Божье. И всем сердцем ищите нашего Господа, без которого пережить грядущие события невозможно. Написано, вникай в себя и в учение. Этим лишь и спасешься. Да благословит вас в этом Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok